Привет, ребята! В самом начале этого видео, вот секунду назад, вы видели беспорядки в центре Москвы. Люди, называющие себя мусульманами, пришли протестовать к французскому посольству против действий президента Макрона. Если вы видите, вот здесь на фотографиях на разных они держат его портрет, стилизованный под сатану. Вот тут они сжигают его портрет. В общем, все это дело какое-то время длилось, потом приехал ОМОН и люди не разошлись. И в Москве, и натурально в центре гордых героев Москвы начались, ну назовем их как, беспорядки, столкновения, не знаю как. В общем, ОМОН стал этих людей забирать, люди стали протестовать. Внимание! Говорит и показывает Москва. И я сначала подумал, что какая странная история, ну где-то во Франции что-то произошло, и да, и мусульмане тут вышли. Оказывается, мусульмане, ребят, вышли по всему миру. И это новость номер один сегодня, и там уже и Ордоган что-то сказал, и Кадыров что-то сказал, и все страны что-то сказали, и портрет стилизованный. И как бы без начала этой истории не обойтись. Давайте повторим быстренько. Во Франции, в стране, которая со времен там, с древних времен рисует на все подряд карикатуру и все высмеивает, была сделана некая карикатура в некоем журнале. Эту карикатуру учитель, некий учитель, бывает такой, показал своим ученикам в качестве примера. Говорит, вот, значит, это наша культура, вот что-то он там такое сказал. И на следующий день этот учитель был убит. Человеком, который сказал, ты оскорбил нашего пророка, вот, ты будешь убит, ты его голову, по-моему, отрезал. Каким-то самым зверским способом был умершлен. В принципе, на тему этого поступка было сказано многое, что, ну, знаете как, нельзя в цивилизованном обществе отрезать голову за картинки. Никак, вообще ничего нельзя. Или можно? Или как это работает? А дальше вот пошло, вышли во Франции, вышли в одной стране, вышли в другой. И все вот это зашатало во все стороны. И вот мы начинаем ролик с того, с чего начинаем. В Москву пришло, в российские регионы пришло. Рамзан Кадыров, человек адекватнейший по вопросам, касающимся религии Кавказа в целом, да, такой человек Кремля. В этой ситуации Кадыров даже сломался. Кадыров, который говорит, слушайте, если такая вот история началась, я здесь выступаю как простой мусульманин, а не глава целого региона. Чемпионы знаменитые наши стали говорить, что Макрона надо вздернуть. Там вот он не так поступил. За что? За карикатуру, за учителя или за то, что когда человеку отрезали голову, Макрон приехал и поддержал свою нацию. И сказал, нация, я с тобой никому не позволю отрезать голову за карикатуры. За что? Объясните мне, представители, как вот тут сказано. Мусульманская религия – это мира и добра. Нет в мусульмане террора. Нет в мусульмане оскорблений чужих религий. Добра и мира, мира и света – самый миролюбивый в мире религии. Почему так получается? Что вы добрый и мирный до тех пор, пока говорят, как вам надо. А стоит что-то сказать из того, что вам не нравится или противоречит, вы приходите с ножами. Как так? Каждый раз, когда я спрашиваю исламиста, как это работает у мусульманина, как вот это? Он говорит, что Коран нигде не написано, кого-то убивать. Но ведь убивают же. Но ведь убивают, но ведь голову отрезают. И женщине на молитве, и учителю, и подросток уже кинулся на полицейских в Уфе. На полицейских-то почему? Объясни ты мне, дорогой мой. Как это работает? Почему я могу быть приличным человеком, а могу им не быть? Есть некое условие, пророк. Не те слова, после которых я говорю, все, я дальше за себя не отвечаю, я перестаю быть человеком, я теперь буду вас резать и убивать. Ребятушки, вы живете в 21 веке, вы хотите жить в цивилизованных странах, в России, во Франции, в любой европейской стране. Но вместе с этим, вы говорите, если француз, русский или кто бы там ни был, ты скажешь, как мне не нравится, я перестану быть в этот момент человеком, стану простым мусульманином. И было бы неплохо нам погрузить вас за ваши слова в хаос. Это так не работает. Приезжая в страну гостем, будь добр соблюдать законы этой страны. А если ты житель этой страны, будь добр, помогай соблюдать эти законы. И никак по-другому. А иначе вы искаетесь во времена крестовых походов. А иначе вы искаетесь во времена инквизиции. А иначе вы просто перестанете быть людьми и станете подобны зверям грязь-глотки. И рассказывать при этом, что мы религия мира и добра. Нет, ребят, так не работает. Я понимаю, что вы уже пишете проклятие в мой адрес. Или наоборот, вы скажете, что я говорю толковые вещи. Поддержите этот ролик комментариями. Повторю, я не понимаю позиций, при которой за слова можно кого-то убивать. Нет таких слов. Закончились. А вот за поступки? За поступки вполне. Потому что поступки, повадки, привычки и отличают человека от животных. Ладно, друзья. Берегите себя. Любите свою религию. Если вы сейчас идете куда-нибудь с ножом, чтобы объяснить кому-то, что он не прав, прекратите это делать прямо сейчас. Лучше подпишитесь на канал на самом деле. Поделитесь моим мнением с кем-нибудь еще. Я Семен Данилов. Остаемся на связи. Нам скорбно и не терпим, не потерпим оскорбление нашего пророка Мухаммада Саваласа. Религию – ислам. Религия мусульман – это мира и добра. Скорбно оскорбляют, когда нашего пророка оскорбляют, якобы защищая какое-то право. Право, какое-то там свобода слова. Нету свободы слова, когда оскорбляют чужую религию.